Сегодня 30 апреля, и мы решили открыть дачный сезон. Так что да будет дачный влог. Наш небольшой участок, старый домик, который сейчас преобразовался под кухню. Огромное дерево, вроде называется Туя, но я не уверена. И наш второй дом, уже в котором мы живём. Тут пока не очень, но когда всё обустроится и расцветут деревья, будет красиво. Это мои любимые вансы, которые сейчас выглядят вот так вот, потому что они переехали на дачу жить. Но я их очень люблю, хоть они дарявые, даю им вторую жизнь, так скажем. Дедушка на зиму посадил лук, и он уже вырос. Обалдеть. Тут скоро тоже. А что здесь будет? Чё-нибудь. Чё-нибудь, а здесь? Тоже. Я хожу как Панасенков, нюхаю все цветочки, всё разглядываю. Сам красиво, цветочки вот эти. А что это цветочки? Не знаю. Не знаю, я тоже не знаю. Типичная такая дачная деревенская кухонь. Ой, тут даже телевизор есть, я не знала, что сюда его повесили. Ты снимаешь себя? Да. Как я режу? Нож плохой, нужно лучше. Запах клубники и мокрой земли после дождя. Кайф. У нас тут чисто дачный вайп, на улице ещё достаточно холодно и в доме тоже, а это как будто кайферанда, она из-за того, что застеклена, очень хорошо обогревается за счёт солнца, поэтому здесь самое тёплое место, будем здесь завтракать. Серёга, я найду её, то есть у меня. У нас здесь небольшая фотогалерея из детских фотографий. Увидела вот эту фотографию, где я с мамой и папой. Мы тут такие милые. Мама здесь, наверное, в моём возрасте, где-то ей 24-25 на этой фотографии. Это комната родителей. Вот. То есть тут сразу одна большая комната. Это я. Ой, и это я. Такая красивая здесь я. Это что, моя комната? Почему тут все мои фотографии? Нифига себе, я даже не знала. Это я в детском садике кошечка. Это мы с бабушкой, тоже в детском садике. Это я в выпускном в 4 классе со своей классной руководительницей. Это я на другой даче с ёлочкой. Мне тут где-то лет, наверное, 13-14. Это тоже я. Реально, комната с моими фотографиями. Вот такие дела. Я забрала с обжига новые изделия. Небольшой спойлер. Сейчас буду всё вам показывать. Это мой глазурный обжиг. И я считаю, что он получился идеальным. Вот такой вот наборчик тарелочки и кружочки. Have a nice day. Мне очень нравится она. Дальше кружка. Сердечко. Я такие делала уже. Но это получилось впервые удачной. Окантовочка такая светло-розовая. До этого я делала с красной окантовкой. Сейчас розовая. Вот эта тарелочка. Она завтра едет в Питер вместе со мной. К моей любимой подружке. Потому что она ей очень понравилась. Я ей подарю её. И этот чудесный, просто нежнейший набор с розочками. Небольшая кружочка, прям маленькая. И блюдица. Вот. Мне очень понравилось, как это всё получилось. И вот такая вот небольшая коллекция глазурного обжига. Тут у меня ещё посуда с первого обжига. То есть её нужно покрывать будет ещё сверху глазурью. Хочу показать, что у меня была такая чудесная кружечка, от которой отвалилась ручка. У меня позвонили из студии. Я попросила её не обжигать. Почему? Потому что, если бы не обожгли мне её вот в таком вот виде, это бы я никак не убрала. А так я забрала её домой. Я спилю вот эти вот рожки. И у меня останется стаканчик. Да, ручку никак уже не прикрепить на этом этапе, когда глина высохла, это уже всё. А это обожжённые изделия. Их надо будет сверху покрыть глазурью. Офигенная, чудесная кружка с тюльпанами, с фиолетовыми. Такое же блюдце к ней. Я стала делать часто, кстати, наборы в последнее время. Блюдце. С цветочками. Тарелочка большая. С такими же цветочками кружечка. Но это будет не набор. Но можно будет купить набором, если захочется. А так это как бы две отдельные позиции у меня. Что-то фокус сегодня барахлит. Ещё должен был быть наборчик из вот такой вот кружки. Моя подружка эту кружку уже забронировала. Она вчера её увидела в Телеграме. И сказала, что она её заберёт у меня, когда она будет готова до конца. Это очень приятно. С этой тарелочкой случилась беда. Мне тоже позвонили из студии. Сказали, что у меня в печи лопнула тарелка. Взорвалась, точнее, вот что это значит. Как так получилось? Когда я высушила тарелку дома, вот тут появилась небольшая трещина. Я её замазала жидкой глиной. И, как бы, вроде бы всё нормально. Но так нельзя, на самом деле, делать. И вот какой итог. То есть с этим ничего уже не поделать. Я, может быть, разрисую тут немножечко аккуратненько. Замажу, закрашу, как бы, эту трещину. Но она никуда не денется всё равно. Сверху покрою глазурью и оставлю себе, если она переживёт второй обжиг. И последний лот. Вот такая тарелочка. Очень мне нравится в последнее время делать такие формы глубоких тарелок с полями. Это всё должно ещё пережить второй обжиг глазурный. И всё. Готовая посуда. Я сейчас смотрела «Громкий вопрос» и бипец ухохоталась. Выпуск с Егором Грином. Вообще, короче, самый лучший эксперт для меня. И хотел бы показать вам обзор покупочек свайлбериса. И рассказать о моём новом хобби, которое я ещё не начала увлекаться. Но в процессе. Начну с того, что я недавно начала вести ежедневник в бумажном виде. Он такой немножко уже у меня поюзанный и грязный. Потому что у него обложка не ламинированная, как обычно, а просто бумажная. И он, конечно, изговнялся. Вот. Тут я пишу планы на неделю, на месяц заранее. Когда знаю, когда у меня какие-то рабочие съёмки есть или проекты. Либо какие-то личные дела. Вот. Очень удобно. Тут есть разные варианты развинованных страничек. Есть прямо на месяц. Туда как раз таки я вписываю свои планы. Есть на неделю. Туда я выписываю, как прошёл мой день. Какие-то мысли. Ну, как-то такой мини-личный гивник. И просто точечку в страничке. Я их веду хаотично. По-разному. Как получится. Второй лот. Это вот такой вот блокнотик для фотографий Интакса. На самом деле у меня был всего лишь один альбом. Который шёл в комплекте с фотоаппаратом. И он заполнился очень быстро. Фотография валяется хаотично. И вот на днях я наконец-то заполнила этот альбом. Новый. Марсель, пожалуйста, я снимаю. Спасибо. Сюда придёшь. Ладно. В общем, мне этот альбомчик понравился. По цвету, по тому, что у него вначале такое сердечко на обложке. Очень красиво. К нам присоединился Марсель. В синонке, как всегда. Привет, Марсель. Я же не могу без тебя ничего показывать и рассказывать. Дальше идут покупки для моего нового хобби, о котором я сейчас буду рассказывать. Я не знаю, как это правильно называется, но моя подружка Кристина занимается этим. Не знаю, сколько он по времени. И она меня спровоцировала на то, что попробовать тоже. Звучит интригующе. Я знаю. В общем, я решила вести дневник, как в детстве, в формате своих мыслей, но при этом с ноткой творчества. Оформить это всякими яркими, разными стикерами, наклейками, фломастерами, маркерами. В общем, сделать из этого, ну, творчества. Вы представляете, я как чувствовала, решила проверить, идет ли съемка. И она остановилась. Я просмотрела, что она остановилась прямо на моменте, когда я встала. Это интересно. У меня есть такая проблема. Еще одна проблема на телефоне, что я боюсь белого листа. Как у многих художников, когда ты смотришь на вот этот вот белый лист или белую страницу и боишься начать. Даже если какая-то у тебя идея есть, все равно в этот момент какой-то страх испортить этот лист. Либо мысли не лезут, либо что-то еще. Вот. И я хочу этот страх побороть. Второй момент – это то, что мне жалко часто использовать наклейки. Какие-то. Я часто раньше покупала наклейки и просто в них было жалко. Просто я их сохранила для какого-то лучшего дня. Сейчас я стеренаправленно закупила себя всякими красивыми штуками, чтобы начать такое свое творчество. И первый вот – это такие вот маркеры, текстовые делители. Они постоянных оттенков. Вот так вот в такой коробочке прикольно выглядит. Я сейчас их еще не пробовала. Сейчас буду вместе с вами пробовать, нарисовать и посмотрим, какие будут цвета. Очень даже приятно. Очень приятно. И, по идее, он не должен просвечивать… Точнее, он не должен заполнять слишком сильно, когда что-то пишешь. Класс! Ну, надо бы немножко подождать, чтобы высохла ручка, но в целом прям клево. Я очень обожала в школьное время такие текстовые делители. Дальше у нас идут стикеры. Во-первых, вот в такой вот маленькой коробочке стикеры в виде всяких цветочков, растений. Они очень милые, прикольные. Скорее всего, они заказывали Алиэкспресс, но я не люблю ждать. Поэтому я их просто заказала на Валберисе. Мне не понравились, буду их использовать для… Ну, вот сейчас как раз осень. Ой, да, осень. Как раз сейчас весной и летом. Очень приятные эти зелененькие стикеры. Ну, мой фаворит в этой распаковке. Это просто чудесный стикер. Я нашла их на Валберисе, но это бренд Коткова написано. Я отмечу, где можно найти. Тут три таких листочка. Стикеры называются «Хюги», и они реально «Хюги». Они очень прекрасных цветов, фиолетово-розовых. Тут нарисована милашная девчоночка. Все такое уютное, милое, няшное. Но, нет, напоминает меня. Поэтому я эти стикеры, когда увидела, я их сразу же заказала. И буду вклеивать в свой альбомчик. И хочу быстро показать тот самый альбом, который я планирую ввести. Я его купила в Питере. И распаковки покупок из Питера еще не было, но я буду ее снимать. Но пока что покажу альбом, как он выглядит. Точнее, эта тетрадка в точечку. И вот ее я планирую ввести в таком стиле. Мне очень понравился цвет, мне очень понравилась фактура. В общем, я люблю все такое красивое, цветастое. Но в меру цветастое все-таки. И там же в Питере я купила наклейки питерские. Тоже вклею. Вообще первую страничку... Ну, не первую страничку. Я не знаю, как бы пока что оформить. А вторую, третью я хочу оформить рассказом про поездку в Питер. Как раз таки я планирую снять видео об этом тоже. Другой влог, еще один про Питер. Покажу там покупки из Питера. Расскажу, как мы съездили, где мы были, как все прошло. И на этих же эмоциях, проживая снова все свои эмоции и мысли, я буду еще записывать в этот дневничок. Ну вот и все. Данный влог подходит к концу. Спасибо большое, если досмотрели и досмотрели до конца. Мне очень приятно. Всем пока. Спасибо. Спасибо.